Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы будем слушать сказку «Прыгуны». Итак, Плоха-Кузнечик и Гусёк-Скакунок хотели раз посмотреть, кто из них выше прыгает, и пригласили прийти полюбоваться на такое диво весь свет, и кто там ещё захочет. Да вот так прыгуны выступили перед собранием. Настоящие прыгуны молодцы! «Я выдам свою дочку за того, кто прыгнет выше всех», — сказал король. Обидно было бы таким молодцам прыгать задаром. Сначала вышла Блоха, она держала себя в высшей степени мило и раскланялась на все стороны. В жилах её текла девичья кровь, и вообще она привыкла иметь дело с людьми, а это ведь что-нибудь да значит. Потом вышел Кузнечик. Он был, конечно, потяжеловеснее, но тоже очень приличен на вид. И одет в зелёный мундир. Он и родился в мундире. Кузнечик говорил, что происходит из очень древнего рода, из Египта, и поэтому в большой чести в здешних местах его взяли прямо с поля и посадили в трёхэтажный карточный домик, который был сделан из одних фигур, обращённых лицевой стороной вовнутрь. Окна же и двери в нём были прорезаны в туловище червонной дамы. Я пою, прибавил Кузнечик, да так, что, послушав меня, шестнадцать здешних сверчков, которые трещат с самого рождения и всё-таки не удостоились карточного домика, с досадой похудели больше прежнего. И Блохай, и Кузнечик полагали таким образом, что достаточно зарекомендовали себя в качестве приличной партии для принцессы. Гусёк-скакунок не сказал ничего, но о нём говорили, что он зато много думает. А придворный пёс, как только обнюхал его, так и сказал, что гусёк-скакунок из очень хорошего семейства. Старый же придворный советник, который получил три ордена за умение молчать, уверял, что гусёк-скакунок отличается пророческим даром. По его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима. А этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календарей. «Я пока ничего не скажу», — сказал старый король, «но у меня свои соображения». Теперь оставалось только прыгать. Плоха прыгнула, да так высоко, что никто и не видел, как и потому стали говорить, что она вовсе не прыгала, но это было нечестно. Кузнечик прыгнул вдвое ниже и угодил королю прямо в лицо, и тот сказал, что это очень гадко. Гусёк-скакунок долго стоял и думал. В конце концов подумали, что он вовсе не умеет прыгать. «Только бы ему не сделалось дурно», — сказал придворный пёс, и принялся опять обнюхивать его. «Прыг!» И гусёк-скакунок маленьким косым прыжком очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенько-золотой скамеечке. Тогда король сказал, «Выше всего допрыгнуть до моей дочери. В этом ведь вся суть, но чтобы додуматься до этого, нужно быть головой». И гусёк-скакунок доказал, что он голова, и голова с мозгами. И гуську-скакунок досталась принцесса, и всё-таки выше всех прыгнула, казала блоха, но всё равно пусть остаётся при своём дурацком гуське с палочкой и смолой. «Я прыгнула выше всех, но на этом свете надо иметь крупное тело, чтобы тебя заметили». И блоха поступила волонтёром в чужеземное войско, и, говорят, нашла там смерть. Кузнечик расположился в канавке и принялся петь о том, как идут дела на белом свете. И он тоже говорил, «Да, прежде всего тело, одно тело». И он затянул песенку о своей печальной доле. Из его-то песни мы и взяли эту историю. Впрочем, она, пожалуй, и выдумана, хоть и напечатана. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии, жми на колокольчик и заглядывай в описание под видео. До встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok